Около полудня понедельника на пересечении улиц Краснореченской и Репина после касательного столкновения со встречной машиной перевернулся крошечный микроавтобус, в котором ехали два человека. Лежащим на боку Дайхатсу Хайджет оказался после того, как получил легкий толчок от Тойоты РАВ-4, который управляла 63-летняя Хабаровчанка. Женщина ехала в продуктовый магазин, двигаясь по Краснореченской в сторону южного микрорайона и собиралась на перекрестке повернуть налево. Автомобилистка рассказала, что остановилась на перекрестке на зеленый сигнал светофора и приступила к маневру, когда загорелся желтый. По ее словам, водитель Хайджета появился будто из ниоткуда. Она толком не успела понять, как произошло столкновение. Завершать должна была на желтый. Вдруг с большой скоростью едет навстречу микроавтобус, проскакивает мимо. Я ничего не успела понять. Вот они тормозят с такой скоростью, большой, и машина переворачивается. Момент столкновения попал на видео. На этих кадрах видно, как автомобилистка неспешно поворачивает налево. Шофер микроавтобуса едет по первому ряду. И получив тычок в борт, он какое-то время едет на двух колесах и переворачивается уже за пределами кадра. Из-за большой скорости и резкого рывка рулем микроавтобус не устоял на колесах. Автомобиль завалился на асфальт за перекрестком и скользил по дороге несколько десятков метров. Машина компании, занимающейся продажей и ремонтом промышленного холодильного оборудования, повреждена не слишком сильно. 36-летний водитель и его коллега смогли выбраться из салона без посторонней помощи. Травм они не получили. Водитель микроавтобуса считал виновной в аварии оппонентку. Он был уверен, что светофор ему разрешал движение. Нарушителя в этом случае определят в ходе дознания. С места происшествия Константин Ковешников и Андрей Алферов.